Ну что, всем привет дорогие друзья! Солнечный Лос-Анджелес, у микрофона Эдди. И сегодня мы посмотрим очень классный мод, который добавит приятный экспириенс вашему времяпровождению в GTA San Andreas, потому что он связан с автомобилями. А если быть конкретнее, то теперь данный мод меняет хандлинг, управление у всех машин, у всех транспортных средств. Конечно, это тяжело показать, это нужно прочувствовать, то есть меняется ускорение, торможение, система АБС, дрифтинг и тому подобное, управляемость, разгон до сотни. Все меняется, друзья, все стало намного приятнее. Также видим, как машина берет ускорение как-то по-новому. Вот посмотрите, видите, с пробуксовкой, как будто, я не знаю, какая-то пробуксовка, возможно только у Султана, но я хочу сказать, я реально чувствую, чувствую разницу с этим модом. Вообще, мне кажется, лучше это все дело ставить на оригинальную GTA-шку. Давайте, чтобы было интереснее, я поставлю еще одну новую тачку, ну точнее поменяю машину на другую. Погнали! Продолжим наше путешествие на внедорожнике Хантли. И что я заметил, как будто бы у машины реально появился вес. Чувствуется, не знаю, сколько тонн весит Хантли, ну ладно, подобие Хантли в реальной жизни, возможно 3, ну или я ошибаюсь, но чувствуется то, что у машин появился вес. Даже если вы, точнее масса, если вы сядете в скорую помощь, допустим, вы это тоже заметите и поймете. Просто на видео тяжело это передать, я, наверное, больше не делаю обзор, а больше делюсь эмоциями. И ладно, давайте мы поменяем еще машину на какую-то другую, либо купе, либо седан. Сейчас выберем что-нибудь еще. Итак, я выбрал такой седан и знаете, что я заметил? В целом у машин прибавился вес. Я раньше делал похожий обзор физика машин из GTA 4, но тут все по-другому. То есть там больше упор делался на подвеску, она игралась. Тут подвеска не так играется, тут больше чувствуется масса машин, также чувствуется дрифтинг, либо когда мы просто тормозим пробелом, это чувствуется. Допустим, смотрите, он прям нас разворачивает, хотя раньше он не так сильно нас разворачивал. Ну и, конечно же, вхождение в поворот и тому подобное. Вообще, данный мод вышел 17 мая 2021 года. Он набрал уже просто гигантскую популярность. Ладно, давайте мы также проверим байки. Погнали на байки. Также поменяли управление у всяких мотоциклов, байков. Это реально чувствуется. Вот если мы пытаемся встать на заднее колесо, либо если мы как-то стараемся резко войти в поворот, это реально чувствуется. Как будто бы некое подобие GTA 4, но далековато до этого. Хорошо. В целом, довольно-таки приятно управлять машинами. Не знаю, почему машина встала так. Возможно, у нее гидравлика. Хотя это же Столеон. У него есть гидравлика? Должна быть. Стоп. Нет, все, присел. Наверное, небольшой баг. И также меняется то, как мы сдаем задним ходом. Посмотрите. Вот, теперь подвеска играется, ребят. В общем, мод набрал высокую популярность за такой короткий промежуток времени. Также меняется ощущение езды в зависимости от того, на какой поверхности вы катаетесь. То ли это асфальт, то ли это песок, то ли это трава. В общем, я советую самим поиграть. Его ставить легко и просто. Всего лишь через модлоудер. Я советую ставить через модлоудер. Там три файла поменять. Дата файлы. И все. По сути. Так что, всем рекомендую, друзья. Мне безумно понравилось. Езда, конечно, классная. Не такая картонная, как раньше. У машин появилась физика, появился вес, масса. Так что, на этом я полагаю, закончу. Мод называется Realistic Hunting. То есть, ну, в переводе, типа, реалистичное управление. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Багов нет. Все работает шикарно. До новых встреч. Говорил и показывал я Эдди. Адьос. И всем пока. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья. Это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.